Вы слушаете Радио России Ульяновска. А с вами Наталья Якузина. Добрый вечер. Душевный разговор. Житель Димитровграда Андрей Макеев во время нашей встречи восхитил меня своей внешностью. Высокий, красивый, статный, открытый и искренний взгляд. И борода, как положено магистру теологии. Я бы назвала его надежный, крепко стоящий на ногах. Он председатель историко-культурного фонда «Миликес». Андрей Макеев уже выступал в нашем эфире как победитель регионального конкурса «Шапка Мономаха». Но за пять лет, как работает этот фонд, уже накопилось так много интересной информации, что одного эфира нам оказалось мало. Сегодня с Андреем Макеевым нас ждет большое интервью. Почему вдруг появилась такая необходимость создать историко-культурный фонд «Миликес»? В конце «Миликес» у вас стоит вот этот твердый знак, как это писалось раньше, до реформы русского языка. Старые прописания выбрали. Почему? По поводу названия. Дело в том, что большая была путаница, как писать «Миликес» с одной «С» или с двумя «С». Мы вообще считаем, что как называли город с самого начала, так он и должен называться. Так вот, в указе императора Александра II, когда село Миликесский завод было переименовано в посад Миликес, Миликес стоял с одной буквы «С» и с твердым знаком в конце. И поэтому, так как это исторически сложилось, мы решили фонд назвать именно правильным, законным именем нашего посада, нашего города. А уже потом, ближе к 30-м годам 20-го века, появилась вот эта двойная «С». И если смотрим сейчас название «Миликесский район», да, он «Миликесский район 2С». Почему фонд решили мы создать? Дело в том, что кривейным занимается у нас в городе очень мало людей. И это в основном люди уже такого почтенного возраста. Они мало работают с электронной техникой, мало работают с компьютерной техникой. И для того, чтобы была и преемственность, и чтобы как-то новые технологии внедрить уже в исследование истории, мы решили перехватить эту стафетную палочку по исследованию приведения и организовали фонд для того, чтобы собрать всех энтузиастов, всех любителей истории. Почему это юридическое лицо такое было создано? Именно для того, чтобы мы могли пользоваться грантами, чтобы мы могли участвовать в конкурсах и на эти гранты государственные, издавать книги, печатать туристические карты и проводить любые другие исследования, которые нам необходимы для нашей дальнейшей работы. Вот вы сказали, сейчас мало краеведов. А вы могли бы их назвать? Своих любимых краеведов? Да, конечно. В первую очередь Феликс Дмитриевич Касимов, наш Дмитрий Роградский, замечательный краевед. Согласно его исследованиям, был установлен День города, который празднуется сейчас, который утвержден нашей городской думой. День города вообще у нас празднуется 12 июня, но год, основание сейчас в уставе города записано 1592. Вот, согласно его исследованиям, это было сделано. И, согласно его исследованиям, у нас на берегу Верхнего пруда поставлен верстовой столб, который ознаменовал проезд мимо нашего посада Александра Сергеевича Пушкина. Это тоже вот благодаря исследованию Феликса Дмитриевича Касимова. Он жив, здоров, с ним мы общаемся. Очень человек, который никогда не унывает. Вот сейчас он, например, занимается научными исследованиями. Он кандидат в химические науки, работал в Институте атомных реакторов всю жизнь. Сейчас занимается научными исследованиями и своей научной работой. Он печатает это в Новосибирском научном журнале. Циолковский нашего Димитра Вграда, можно сказать. Очень много мы общались с покойным директором нашего Кривейческого музея, Надеждой Федоровой Прохоровой. Тоже очень интересные у нее были работы. Очень много сделано. Книга была издана по материалам дневника. Жены бывшего директора Мелькесского казенного винокуренного завода. Она обнаружила этот дневник в Москве, в архиве древних актов, и издала его книгой отдельной. Замечательная книга, очень интересное чтение. Всем советую, если кто-то заинтересован, эту книгу почитать. Это дневник женщины, девушки, которой она вела всю жизнь. Которая описывает все ее переживания, душевные терзания, путешествия по России, конца XVIII, начала XIX века. Где она была, описание быта, описание жизни того времени. Но это рассказ об истории России от первого лица. Ну и наверняка ведь она там писала все, что касается быта. Конечно. Все, что касается, допустим, работы мужа. И это все дано с такими вот подробностями личными, которые мы, даже исследуя документы, никогда не смогли бы узнать. Например, когда она подъезжала к посаду Меликес, она ужаснулась огромному пламени. Говорит, как адское пламя горит везде. Темнота, тут огонь. Это работал Меликесский винокоренный завод. Мы бы вот, если бы не прочитали ее воспоминания, никогда бы не поняли, как это выглядело со стороны ночью, например. Вот замечательный у нас краевед, ныне здравствующий, Шамигулова Ирина Андреевна, которая проводит огромную работу по исследованию истории города. Мало того, она еще и занимается у нас экскурсоводческой деятельностью. Это, можно сказать, единственный у нас профессиональный экскурсовод в городе Дедимитровграде. И все гости города, которые приезжают или с делегациями, а лично там в семью, если хотят заказать какую-то экскурсию, обращаются только к ней. Профессионал с большой буквы. И, конечно же, она занимается просвещением. Она работает в Центре детского творчества. Она ведет кружки краеведческие, проводит обучение, проводит конкурсы Олимпиады по краеведению. То есть, живет такой полной творческой жизнью. Вернемся к вашему фонду Меликес. Сколько вам лет? И что уже сделано фондом? Фонд мы официально зарегистрировали в март 2015 года. Соответственно, в этом году нам исполняется уже 5 лет. До этого мы работали без регистрации. Мы занимались краеведческими исследованиями и печатали статьи. В частности, я сам печатал свои статьи в нашей газете «Димитровград Панорама». Начал как раз в то время печатать статьи в ульяновском краеведческом журнале «Мономах». С чего началось вообще деятельность фонда? Это мы подготовили путеводитель. Путеводитель назывался «От Меликеса до Димитровграда». Это большое красочное здание на 450 страниц, полноцветное, в котором описывается история земель Меликесских, история возникновения села Меликесский, завод посады Меликеса в дальнейшем города Димитровграда. Там же у нас описываются памятники города, описываются здания исторические, которые имеют статус памятника. Описывается также история спорта, история культуры, современное состояние культуры и спорта в Димитровграде. Хотелось сделать путеводитель, да? Получили мы энциклопедию нашего города. Эта книга очень большой отклик нашла как в городе, так и за его пределами. Мы с этой книгой выходили на конкурсы, и межрегиональные, и всероссийские воевывали призы. Иногда даже нас просят допечатать какой-то тираж, и вот в этом году тоже мы допечатали еще 25 экземпляров. И пока они еще есть в наличии, мы распространяем их среди наших жителей. Когда мы говорим про Ульяновск, Симбирск, вот спроси любого прохожего на улице, главный символ Ульяновска – это что? Большинство скажет – башня на доме Гончарова с часами, которые там каждый час отбивают время. А вот такие узнаваемые, любимые символы города Димитровграда у вас есть? Ну, если мы будем смотреть архитектурные сооружения, то, конечно же, два здания у нас в городе, которые из старых зданий, я имею в виду XIX века, постройки. Самые узнаваемые – это здания драматического театра, бывший народный дом, и здания краеведческого музея, бывший приют для мальчиков. Вот эти два здания, они, наверное, являются символами Меликеса именно. Это то, что находится в отличном состоянии, то, что сохранилось, то, что работает, куда можно сходить и получить огромное удовольствие и от просмотра экспозиции краеведческого музея, и от постановок нашего любимого, вообще, горожанами, драматического театра. У микрофона Наталья Козина я продолжаю вечернюю передачу «Душевный разговор», который произошел у меня с Андреем Макеевым, председателем историко-культурного фонда «Меликес». Само название фонда написано по-старинному, с твердым знаком на конце слова и с одной буквой «С», так, как было раньше. Возрождение старины, краеведение, история – это поле деятельности фонда, которым руководит Андрей Макеев. И я его понимаю, это действительно увлекательное дело доставать из забвений исторические факты, имена достойных людей, которые прославили город в былые времена. Я задаю Андрею вопрос о любимых заповедных местах Димитровграда. У вас у самого есть вот такие любимые заповедные места в Димитровграде? Я еще с детства, когда меня дедушка водил по городу, рассказывал о истории города, конечно же, есть эти заповедные места. У нас старая часть города, которая не подверглась разрушению, которая до сих пор находится в том же самом состоянии, в котором она была в XIX веке. Это замечательные улочки в старом городе, это вот и улица третьего интернационала, бывшая и большая. Если по ней от начала до конца пройти, там замечательные дома до сих пор сохранились, где нет такого огромного движения, где до сих пор тишина, покой. И люди живут еще, можно даже сказать, где-то в том времени, где можно увидеть бабушек, которые от колодца идут с ведрами. Это центр города. И раньше там и козы, и коровы гуляли по городу, и куры с петухами. То есть, это вообще было в 80-е годы, я имею в виду, до XX века уже это был такой заповедник истории. Сейчас, конечно, немножко меняется, но все равно остались эти старые улочки. И, конечно же, промышленная архитектура Демитровграда, это мельницы купцов. Конечно, туда вход всем закрыт, но можно попасть. Так там мы видим вот эту промышленную архитектуру. Это пяти-шестиэтажные здания, которые построены в конце XIX, начале XX века. Они сохранились вообще без каких-либо изменений. Там вообще попадаем в прошлое. Там можно так подумать, что вот сейчас вот за угол зайдем, а там Марков выходит, купец наш. Поэтому очень много в Демитровграде сохранилось, и очень хотелось бы это все сохранить для наших потомков. И одним из главных видов деятельности нашего фонда как раз и является поляризация и сохранение историко-культурного наследия, которое осталось нам от наших предков. Какие еще книги были изданы благодаря фонду? Вторая книга, которую мы издали, это книга, которая называется «Сиротство начиналось с Меликеса» замечательного поэта Геннадия Александровича Русакова, человек очень сложной, очень интересной судьбой. Для меня это гений в нашей русской словесности. Он в младенческом возрасте попал в Меликес с мамой, с папой, со своим братом, с бабушкой. И начинается у нас Великая Отечественная война. Сначала умирает его брат, похоронен на нашем Меликесском кладбище. Потом на войну призывает его отца, который в первом же бою под Ленинградом был убит. Он был политруком боевой роты автоматчиков. Его мама работала в клубе, а после работы ходила ухаживать за ранеными в наш госпиталь. Там она подхватила крупозное воспаление легких и тоже умирает. И он остается вдвоем с бабушкой. Их из квартиры выселяют, и они начинают такую вот поберушническую жизнь. Она его сдавала в детский дом, он оттуда убегал. Переезжали они в Воронеж, возвращались назад. И после войны, уже где-то в 1946 году, он написал письмо Сталину, что хочет продолжать дело своего отца. И от Сталина они получили ответ. Его определили без экзаменов в Самарское Суворовское училище, которое он закончил. Потом он закончил институты иностранных языков и пошел по стезе международника. Он работал очень много в Женеве, в Нью-Йорке, в Организации объединенных наций. Он поэт замечательный. Его первая книга стихов вышла, когда ему было 20 лет. Это 60-е годы. Вторая книга стихов вышла в 80-е годы. Он очень дружил с Арсением Тарковским. И чем-то вот его творчество перекликается с творчеством Тарковского. Он делал много переводов поэтических. И в 2014 году ему была присуждена премия в Москве. Это всероссийская премия. Как лучший поэт, пишущий на русском языке, но живущий за границей. Потому что он проживает сейчас в Нью-Йорке. Он уже вышел на пенсию. А давно ли он уехал в Нью-Йорк? Он работал, можно сказать, почти всю жизнь за границей. То есть это были Организации объединенных наций, это была Женева, это была Нью-Йорка. Он переводчик-синхронист, человек, который знает много языков. И работа, я так понимаю, она очень сложная, когда нужно поймать смысл слов дипломатов и в течение полсекунды пересказать это другим. Писал очень много стихов. Удивительный, да? При таком детстве. Да, с удивительной судьбой. Столько трагедий пережил. И каким человеком стал потрясающим. Да, и вот когда читаешь его стихи, это вот как раз и боль утрат, и описание Меликеса, и описание его жизни, они такие вымученные, красивые, но такие вот горькие. Ну, какая жизнь у человека, наверное, она отражается и в стихах. И мы с ним списались, встречались в Москве и решили, вот, при встрече, что нужно, наверное, сформировать из всего его творчества вот такой вот сборник стихов, которые связывают его с Меликесом, которые отражают его воспоминания о Меликесе, о его чувства. И вот родился такой сборник, который сам Геннадий Александрович его составил, назвал «Сиротство начиналось с Меликеса». Мы его выпустили. Он помнит этот город? И вообще ему приятно об этом городе вспоминать, где он был таким несчастным? Да, 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 он его помнит, но вот я его несколько раз приглашал в Меликес, он сказал «нет», потому что это высшие сил, это больно, это переживания страшные, это город четырёх его могил, и поэтому всё это очень горько и грустно. Четыре могилы, а кто их посещает? А вот эта вот проблема огромная у нас в Меликесе, у нас старое Меликесское кладбище, которое находится около автовокзала. Это кладбище, оно у нас было организовано ещё при основании Меликеса, то есть на этой земле люди стали хоронить своих родственников с 1700-х годов. Оно было раньше большим. В 50-е годы XX века почти половину территории кладбища под бульдозер просто закатали, под асфальт осталась небольшая его часть, некоторые могилы были разрушены, могилы купцов были просто кувалдами разбиты, их надгробия, и сброшены в мусор. Захоронения там прекратились в 60-х годах. До настоящего времени за некоторыми могилами, конечно, ухаживают, но большинство находится в очень страшном состоянии, там дикой поросли кустарника, у этого кладбища нет ограждения, и мы уже долго боремся за то, чтобы город наконец-то у нас взялся и огородил это кладбище, и привёл его в порядок внутри, потому что все жители города чувствуют память своих предков, и даже мы оцифровали вообще список всех, кто похоронен на этом кладбище. Мы оцифровали метрические книги Меликеса, которые хранились у нас в ЗАГСе, они выложены у нас на сайте в свободном доступе. Люди находят там имена, фамилии своих предков. Понятно, что никаких документов не сохранилось, где, когда там была их могила, но вот это место, где похоронены предки, оно, я считаю, должно как-то быть приведено не только в порядок, но может быть какой-то поставлен памятник, знаете, памятник согласия и примирения, куда любой человек, чьи предки похоронены там, мог бы прийти и их вспомнить, потому что на этом кладбище у нас похоронены купцы, мещане Меликеса, войны, которые у нас воевали и в русско-турецкую войну, и в Первую мировую войну, и в гражданскую войну, и белые похоронены, и красные, и коммунисты-комсомольцы похоронены, герои труда первых пятилеток, герои войны, там и командиры подводных лодок у нас, и герои социалистического труда, то есть вот живая история нашего города, которую необходимо не только сохранить, её необходимо и развивать. Имена восстановить, да? Имена восстановить. Простойных людей, которые здесь захоронены. Да, сделать это кладбище мемориальным некрополем, в Ульяновске же работа проводится по этому направлению, у нас же пока никаких действий нет вообще. На этой территории ещё в начале XX века наш купец Алексей Андреевич Таратин, купец Первой гильдии, который был, можно сказать, самым богатым купцом в Меликесе, тогда в Демитровграде, он построил храм Софии Алексея, у него не было детей, и они с женой всю свою прибыль, с купеческих операций направляли на православие. Он построил очень много храмов, тогда ещё Самарская губерния у нас в Меликес уходил, очень много храмов в деревнях, и вот был там храм замечательный, две фотографии сохранилось. Хотелось бы, чтобы место, где стоял храм, его в 30-е годы просто разобрали, сказали, что в этом храме завелись привидением, и разобрали. Яма до сих пор сохранилась. Хотелось бы, чтобы там был памятный знак, что здесь когда-то был такой храм. Итак, четыре могилы родных людей находятся в Меликесе. Он переживает по этому поводу, что, а приехать, уход какой-то нужен могиле. А никто не знает, где эти могилы. И он и сам забыл, поскольку маленький был. Он и сам забыл, и кладбище изменилось. Даже пройти по этому кладбищу иногда составляет огромный труд. И многие люди, которые имеют там родственников, они не смогут найти их могилы. Ты, Геннадий Александрович, человек, он очень тонкой душевной организации, и ему, я так думаю, что будет очень сложно это всё. Андрей Макеев победитель номинации за заслуги в области региональной историографии конкурса «Шапка Мономаха». Эта победа и стала поводом для встречи и этого душевного разговора. Андрей живёт в Димитровграде, и хотя он не историк, а теолог, краеведением увлекается настолько глубоко, что создал историко-культурный фонд под названием «Меликес». Когда я спросила Андрея, почему он так серьёзно занимается краеведением, выяснилось, что его прадед имел отношение к созданию краеведческого музея в Димитровграде. У вас за каждой книгой такие потрясающие и интересные истории стоят. Следующая книга, это третья книга, которую мы издали, она называется у нас «Библиотека в глубоком тылу». В основу этой книги мы взяли воспоминания сотрудников Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Вщедрина, которые с 1941 по 1945 год были в эвакуации у нас в «Меликесе». Часть воспоминаний находилась в фондах Димитровадского краеведческого музея. Их сами работники написали, когда уже были в Ленинграде, прислали в краеведческий музей, что они сохранились. Часть воспоминаний находилась в публичной библиотеке Салтыкова-Вщедрина. Очень много мы, опять же, из этой библиотеки взяли информации о персонале, кто был в эвакуации у нас в «Меликесе», с фамилиями, с фотографиями, с их биографиями, чтобы человек, когда читает воспоминания, мог открыть книгу и посмотреть, кто это пишет. Воспоминания все разные. Каждый человек писал по-своему. Кто-то писал сухим административным языком. День такой-то. Сгрузились столько ящиков, столько книг мы просмотрели. Кто-то писал в стихах, кто-то писал в такой, в прозе интересной, да, когда описывается Черемшан, описывается лес. Представляете, люди, которые с высшим образованием, полученные еще в царской России, жили в Ленинграде. И вот 41-й год их посылают в какой-то глушь, в «Меликес». Они в этом «Меликесе» живут. Конечно, у них был сначала культурный шок. В «Меликесе» не было тогда дорог асфальтовых. Деревня. Деревня, все деревянное. Для них это все было новое. Потому что это новое, оно сразу ложится вот на бумагу. Как люди живут, какой быт, как устроены их дома, как они говорят, какой говор, какое наречие, какие пословицы, какие поговорки. И вот тоже интересно, опять к теме старого нашего «Меликесского кладбища». В 42-м году пишут работники библиотеки. Кладбище заброшенное, не огороженное. Городские власти обещают после войны его восстановить. Прошло у нас уже 75 лет. После войны кладбище до сих пор невосстановленное. Но надеемся, что в ближайшие годы все-таки эта работа будет сделана. Это были библиотеки из Ленинграда. Это была одна публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Все фонды, которые были в ней, самые ценные. Это библиотека Вольтера, переписка его Русика. Это очень-очень много ценных книг. Это и древние манускрипты. Они все были упакованы в деревянные ящики и от врага перевезены. Плаката сжимается. И так страшно. И за дня в день бомбежки. И вдруг спасают книги. То, что спасают книги, это потрясающе. И то, как они описывают, они же работали над сохранностью книг каждый день. Это была их работа, работа библиотекаря. Они книги эти все перебирали, проветривали, просушивали на солнце. Составляли переписи этих книг и их ревизию. Занимались реставрацией этих книг. Это тоже нашло все отражение. И относились к этим книгам как к настоящему богатству. Что еще интересно, когда мы читаем их воспоминания, очень много фамилий знакомых указано. Например, здесь были Мандельштамы у нас в Меликесе. Родственники поэта. В Меликес выехал Стругацкий со своими сыновьями. Но они не доехали до Меликеса, потому что, я так понимаю, что там была авария, попали в полынью, заболели и умерли. А так бы вот у нас Стругацкие были бы в Меликесе. Имеется в виду в эвакуацию. В эвакуацию, да. Точно так же, как к нам в эвакуацию приехала семья Валентины Михайловны Леонтьевой. Не в сам Меликес, но рядом же Меликесский район с охозами Некрупской. Очень интересные факты. Вот эта вот книга «Библиотека в глубоком тылу». Мы ее и отослали в Санкт-Петербург. Получили тут благодарственное письмо от коллектива библиотеки, что благодарим за то, что вы чтите память. Пользуйтесь работой наших коллег, которые провели пять лет в вашем замечательном городе, как они его описывают. Книга, мы ее выставляли на конкурс, симбирская книга, и мы взяли самый главный приз, гран-при, так сказать. Это книга года 2019-го. Следующая книга. Следующая книга, четвертая, которую мы издали, мы ее назвали «История Меликеса». Это работы, сборник работ Дерченкова Степана Георгиевича, который у нас был основателем нашего Димитровградского краеведческого музея. Мало того, что он был основателем краеведческого музея, это было его хобби, был основателем ветеринарного движения всего нашего заболчья. Первая ветеринарная лечебница открылась в Меликесе в начале 20-го века, и он как раз стал главным врачом там, и после этого он еще был одним из инициаторов открытия сельскохозяйственного техникума в Меликесе, где он преподавал ветеринарию до своих преклонных лет. Он историческая личность, он участвовал у нас в русско-японской войне 1905 года. Он в этой книге описывает параллели как раз русско-японская войны 1905 года и 1945 года. Какие они были, чем они отличаются. Он в этой же книге, кроме истории Меликеса, это отчерки краеведческие, которые он писал с момента своего прибытия в Меликес и до своих уже, можно сказать, последних дней. Он 80 лет получил ученую степень кандидата ветеринарных наук. Есть фотографии на защите, он с такой бородой, как у Льва Толстого с огромной, вот на защите. Получил эту степень и заслуженно. И преподавал потом еще в Меликесе долгие годы. Также в эту книгу включена его диссертация, это исследование истории ветеринарного движения в Заволчи. Когда увидел эту рукопись, думаю, наверное, это что-то такое сугубо профессиональное, которое не понять. Начал читать популярным языком написанная замечательная книга, которая рассказывает о том, как строилось ветеринарное движение до революции. Как они с фельдшером ездили по деревням, если лошади болели какими-то заразными заболеваниями. Нужно было лошадь убить, нужно было закопать, чтобы другие животные не заразились. Как их крестьяне хотели за это убить. Как они с помощью вакцин для животных спасали людей. Замечательная такая, можно сказать, немножко детективная, с медицинским уклоном книга. Но тоже советую прочитать ее всем. Вы сказали, что писали свои статьи и публиковались и в Демитровградской панораме, и в журнале «Мономах». О чем ваши статьи? Исследования посвящены, конечно, истории нашего города. С чего это началось? Это началось, опять же, с изучения труда наших краеведов, которые ранее занимались исследованиями. И некоторые места, которые мне были непонятны, которые краеведы опускали, я начинал прорабатывать дальше. Сначала для того, чтобы самому понять, почему это так, а почему это по-другому сделано. И вот из этого начинаются исследования. То есть, например, статья вот. Шел по улице, смотрю, дом стоит. Интересный дом. Пошел в БТИ. Взял из архива историю этого дома. Начал дальше смотреть. Оказалось, что в этом доме была староверческая молельня купцов Марковых. Марковы, да, были староверы у нас. Семья была огромная. И семья была... Каждый ветвь семьи верила по-разному. Кто-то были единоверцами. Кто-то Федосеевского толка. Кто-то Поморского толка. Одни из братьев Марковых, да, Федор Марков, например, он завещал свое состояние после смерти посаду и церкви. Он был уже православный. Они перешли в православие. Его похоронили на церковной земле. Храм тот разрушен. Надгроби уничтожены. Вот недавно у нас в Демитровраде строили парк духовности. И когда трактор копал траншею, обнаружены склепы. Как раз вот склепы тех купцов, тех священников, которые там были похоронены. Их, конечно, засыпали землей. Вот есть такое желание, уже есть даже и проект, поставить там часовенку в память, то, что там стоял когда-то храм, храм Святого Николая Чудотворца, со списком тех, кто похоронен на этой церковной земле. У нас в основном все документы по истории нашего города, по истории посады Мелькес, находятся в Самарском государственном архиве. Я там частый гость. Нахожу данные по этому дому, и Малиня Маркова, так называла статья, написал. Все статьи, которые я опубликую, на самом деле это все новые. Потому что, ну, зачем то, что уже человек какой-то исследовал. Пусть эти исследования остаются у нас с поля по краеведению в Мелькесе в Демитровраде непаханное. Заниматься можно всем. Что вы еще, какое открытие сделали, краеведческое? Ну, по поводу храма, проект, который сделал академик Шервуд Владимир Иосифович. Было упоминание о том, что наш посадский глава заказал проект храма. Храма в честь святого Александра Даневского. Память невинно убиенного царя Александра II. Заказал проект Владимиру Шервуду. Шервуд замечательнейший, интереснейший архитектор, который построил здание Музея государственного исторического на Красной площади. Почему к нему обратился Константин Игоревич Марков? Марков был у нас старовер. А если посмотрим, что строил Шервуд, то в этих зданиях мы видим древнее русское зодчество. Именно то, которое было еще до раскола. И вот в этом храме, я так думаю, что Марков хотел запечатлеть историю, почему они староверы, что свою старую веру нужно уважать. Он как бы хотел совместить и православие, и староверие в одном этом здании. Очень много было у него, у Маркова, с купцом Старатином вражды по этому поводу, потому что Старатин был истинный православный, ревнитель веры. Марков все-таки, как тогда вообще, это считали, это же расколы. Замечательнейший. Он же не был построен. Он не был построен из-за того, что стоимость его сметная оказалась в три раза дороже, чем стандартная стоимость постройки храмов. Его вместимость, как посчитали в Самарской консистории, оказалась слишком большая для нашего посада Мелькес. Нашли мы переписку архитектора Шервуда с самарским губернатором, нашим посадским головой. И в конце концов Маркова вынудили взять проект, уже готовый, самарского архитектора, Рахилинского тогда ужа Севериновича. И этот проект был воплощен в Димитровграде. Это была Красная Церковь. Да, из статей моих, называется «Храм Близнецы». Почему храм Близнецы? Ехал в сторону Тольятти, есть такое замечательное там село Мусорка. Там стоял разрушенный храм. Сейчас его уже восстановили. Присмотрелся один в один, как наш уничтоженный храм Александра Невского. Стало выяснять, оказалось, да, они построены по одному проекту. Нашли ещё третий храм, такой же, в селе Верхнее Санчелеево, тоже недалеко от Самары. По проекту архитектора Хилинского, получается, вот построили храм в Меликесе, потом в Мусорке и в Верхнем Санчелеево. И я вот думаю, что если бы всё-таки храм по проекту архитектора Шеруда был в Меликесе воплощён, то его бы никогда бы не снесли. Потому что это действительно было произведение искусства, произведение зодчества. Кстати, о том, почему сносили храмы. Все упрекают в этом советскую власть. Смотрел очень много архивных данных. В архиве, в деле, просьбы трудящихся о сносе храма, подписанное всеми комсомольцами. То есть, горожане сами просили убрать этот храм. В деревнях, вот тоже в Верхнем Санчелеево спрашиваю, а как это так случилось, что ваш храм-то не снесли? А вот у нас был такой вот председатель колхоза, он сказал, не мною построено, не мною будет и снесено. Они убрали кресты и организовали, скла, клеп там хранили. Наступило время, кресты были подняты, храм был отреставрирован, и сейчас он живет полноценной жизнью духовной. Мало того, что стены, так еще и сохранилась роспись внутри храма, та еще древолюционная. Вот такие вот исследования мы проводим. Их очень много, эти все исследования, как я говорил уже, что вот у нас есть сайт melikes1s.com, где у нас есть библиотека сайта, на которой представлены и статьи по краеведению Димитровградских и миликевских авторов, и краеведческие книги, литература, и журналы, которые в Димитровграде выпускались по краеведению, литературные еще журналы были. Кроме краеведческой литературы, там и проза наших местных писателей, стихи наших местных поэтов, и метрические книги. Ну, мы стараемся оцифровывать вообще вот все эти пять лет, все, что нам попадает в руки, и фотодокументы, и киноплёнки, и книги, и материалы обновляют. Вы мне признались, что объехали 25 стран. То путешественник, профессиональный. Африка и Азия, Европа, конечно же, но всё это связано с историей, и у меня такое желание, знаете, вот они на пляже никогда валяться, полазить мне всё время, говорят, вот, Макеев опять полез по могилам, по заброшенным всяким сооружениям. Мне очень это интересно. А вот посещая эти страны с их уникальными культурными, историческими памятниками и архитектурой и так далее, вас это невольно навело на мысль. Какую? Дело в том, что это называется у нас рыночные отношения, да, у нас Россия наша не так давно в них вошла, а там эти рыночные отношения давно. Люди умеют делать из того, что у них такое национальное, традиционное, чего нет нигде, на этом делают бизнес. Это туристический бизнес, который приносит огромные деньги. Даже тот же самый социалистический Китай, два строя, то есть социализм и капитализм, они на истории, на своей делают большой бизнес. И мало того, что это бизнес, это ещё патриотическое воспитание. Они восстанавливают, начиная всё с каменного века, да, и до эпохи Мао Цзэдуна. Когда я всё это посмотрел, у нас, даже возьмём наш Меликерский район, это же кладезь, это кладезь памятников. Там есть и стоянки первобытного человека, там есть и городище бронзового века, там есть и булгарские городище, селище. Там есть всё. Вот вся история нашей земли, да, шерстистый носорог там обитал, и мамонт там обитал. Говорят же, да, Россия – родина слонов. Родина слонов. У нас находят кости, мамонты, бивни, мамонты. Значит, Россия – родина слонов. И вот это вот всё находится в таком состоянии, когда даже наши местные жители об этом не знают. Просвещение молодёжи, я считаю, это вообще первая задача нашего фонда, потому что было такое, что с школьниками начинаем общаться. Ну, первый вопрос, который обычно задают. Скажите, пожалуйста, а почему наш город называют Димитровград? И некоторые у нас говорят в честь купца Димитрова. А то, что нет у нас в школах преподавания краеведения, это вообще очень плохо, потому что знать историю города нужно обязательно. Если ты знаешь историю своего города, ты его можешь полюбить. А как можно любить того, что ты не знаешь? И вот отсюда у нас получается, что молодёжь уезжает из города и даже без какого-то сожаления не возвращается. А вот то поколение, которое выросло, которое знает историю, они до сих пор в соцсетях, люди, которые уехали из Димитровграда, они с такой душевной теплотой вспоминают его. Вот, а вот это улица, и вот они начинают, да, кто-то из Барнаула, кто-то из Калининграда, кто-то там Владивостока на одной площадке вспоминают. А вот помнишь, мы бегали в 60-м году, вот, а тогда забор было, а вот тётя Маня тут вот белье вешала, а там вот коза у неё это белье жевала. Так интересно читать, да, в настоящее время. А вот эти путешествия в другие иностранные государства, что вас удивило, что вот они мелочь какую-то ерунду так умеют подать, в такую обёртку, да, заворачивают ярко и продают. Да, это бизнес, это маркетинг. У нас, кроме бизнеса и маркетинга, это, конечно, хорошо. Это вообще развитие экономики региона, это развитие экономики того же самого Димитровграда, но у нас ещё вокруг много сёл с огромной историей, то есть это Иероклинская, Никольская на Черемшане, Тинск, засечные черта, там же можно сделать такие вообще грандиозные и туры, и грандиозные объекты туристические. Может быть, это, конечно, в будущем, но первое – это, конечно, патриотическое воспитание и изучение истории молодым поколениям. Вот это вот самое главное. Сегодня разговор по душам состоялся с Андреем Макеевым, председателем историко-культурного фонда «Меликес» и победителем одной из номинаций регионального конкурса «Шапка Мономаха». Вот и всё. Эту передачу для вас подготовили Наталья Козина и Александр Филатов. Спасибо, что были с нами. До свидания. Как красив мой город Как красив Димитровград Как красив он ночью Каждый будет ему рад Как красив мой город Как красив Димитровград Как красив он ночью Каждый будет ему рад Терцание огней ночного города Говорит о том, как ночью будет здорово Есть деньги в кармане, отличная компания Всегда две девушки в любовном арсенале Под музыку движения Дидея население Означает, что тусуют на экспоколении в любую погоду Без исключения ночной Димитровград Полон идей, ночной Димитровград Вперед плывет смелей, идя вперед Смотря по сторонам, я не пойму То ли правда, то ли обман зрения Впереди дорога, в голове сомнение Люди меняются все, без исключения Ночное небо сияет над головой От такой красоты я хожу сам и свой И каждую ночь иду, как впервой По этим грустным улицам, смотря вперед И все равно улыбаюсь, хотя знаю, что меня наперед ждет Как красив мой город Как красив Димитровград Как красив он ночью Каждый будет ему рад Как красив мой город Как красив Димитровград Как красив он ночью Каждый будет ему рад Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok